Здравствуйте! Это Суть Дела. Казалось бы, российский народ удивить уже просто невозможно. Наши избранники в Государственной Думе со скорострельностью автомата Калашникова принимают один за другим законы, проникающие во все сферы нашей жизни, от кошелька до постели. Но с каждой новой инициативой, направленной в нас с охотного ряда, становится как-то не по себе. Теперь нас будут проверять на алкоголь прямо на улицах. Под предлогом проверки на алкоголь представителям правоохранительных органов будет дана возможность останавливать любого человека. Выходить на улицу после принятия пусть даже небольшой дозы алкоголя в скором времени может оказаться небезопасным. Уполномоченные лица могут получить возможность проверять на состояние алкогольного либо наркотического опьянения любого прохожего. Госдума планирует принять поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым штраф до 5000 рублей или арест до 15 суток будет грозить пешеходам, отказавшихся по требованиям полицейского пройти освидетельствование на опьянение. Законопроект депутатов-единороссов во главе с председателем Комитета Госдумы по безопасности Ириной Яровой уже одобрен профильным комитетом. С принятием документа право требовать медицинского свидетельствия любого гражданина получит уполномоченное должностное лицо, каковым, по всей видимости, будет являться сотрудник полиции. Поводом для проверки послужат достаточные основания полагать, что гражданин употребляет алкоголь или наркотики в запрещенном или общественном месте. На сегодняшний день штраф для выпивающих в запрещенных местах составляет от 500 до 1500 рублей. Требование об освидетельствовании может быть также адресовано любому человеку, заподозренному в употреблении наркотиков или психотропных веществ. А за отказ от освидетельствования будет грозить штраф до 5000 или 15 суток ареста. Данная поправка внесена правительству. Сама идея подобного законопроекта выглядит достаточно странно. С одной стороны, расширение прав представителей правоохранительных органов по проверке пешеходов на алкоголь будет способствовать профилактике правонарушений. С другой, подобная мера может рассматриваться как нарушение презумпции невиновности, так как решение о проверке должностное лицо получит при наличии достаточных оснований полагать, что является более чем раскрывчатой формулировкой. Особенно с учетом того, что определить на глаз распивал человек напитки алкогольные в неположенном или общественном месте дома или в ресторане практически невозможно. В итоге получится, что под предлогом проверки на алкоголь полиция получит возможность останавливать и подвергать проверке любого человека на том лишь основании, что полицейский счел, что данный гражданин выпивал, а тем паче принимал наркотики в неположенном месте. Можно не сомневаться, что данные поправки будут способствовать развитию еще одного направления злоупотребления. Охота за подпыпившими гражданами может превратиться в успешный бизнес для недобросовестных полицейских. Доказывать, что бокал вина или рюмка водки были выпиты дома или в ресторане, а не на соседней детской площадке, придется подозреваемому гражданину, а не остановившему ему полицейскому. Законопроект принят уже в двух чтениях. И в третьем окончательном чтении палата решила перенести рассмотрение законопроекта по просьбе представителей профильного комитета по безопасности. Причина – отсутствие на заседании докладчика по этому документу первого заместителя председателя комитета Эрнеста Валеева. Эксперты-юристы критикуют правительственную инициативу. По их мнению, законопроект может создать условия для нарушения конституционных прав и презумпции невиновности. Действительно, на каком основании полиция будет проверять пешеходов? Что делать, если человек выпил в ресторане и идет домой? Спальные места в ресторанах оборудовать или партизанскими тропами пробираться? Свои разъяснения по этому поводу дала председатель комитета по безопасности Ирина Яровая, известная своей охранительной позицией. Из ее слов следует, что полиция будет предлагать пройти медосвидетельствование не любому, вызвавшему подозрение у нее пешеходу, а только тем, кого застанет за употреблением спиртного в общественном месте и только после того, как составят об этом правонарушении протокол. Когда состоится решающее третье чтение, депутаты пока не сообщали. Но похоже, что закон будет принят, как только господин Валеев явится на работу. Особенно обидно, что Эрнест Абдулович наш, уроженец Агрызского района, дослужившийся до должности заместителя генерального прокурора России. Уж он-то должен знать реальную жизнь как никто и понимать последствия принятия своего закона. Но точка зрения, как говорится, зависит от места сидения. Так что ждем и готовимся. Это была суть дела. Всего вам доброго. Надеюсь, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok